Доброго времени суток, дорогие друзья! Сегодня у нас непривычная экспозиция, поскольку мы снимаем себя на новую линзу. В данный момент это у нас фикс для Sony 50 мм с диафрагмой 1.8. Да, что примечательно, фиксы это не зумы, если вы не знаете, что это такое, то я вкратце объясню. Зум это то, что зумирует, а фикс имеет, как правило, фиксированное фокусное расстояние. То есть в данный момент у этой линзы фиксированное фокусное расстояние 50 мм. Но мы снимаем на кроп камеру, да, и это в принципе линза для кроп камеры со встроенным стабилизатором. Поэтому называется OSS, Optical Stable Shot. И фактическое фокусное расстояние сейчас у нас получается 75 мм. Я простой обыватель, я в линзах не сильно много шарю, но вот как вот, это моя первая линза, можно сказать, относительно премиум класса. Но эта линза уже вышла в 2011 году, даже раньше, чем моя старенькая камера Sony Alpha 6000. И поэтому, в принципе, она не так уж и дорого стоит относительно других премиум линз. Сейчас мы снимаем, собственно, на эту линзу в недостаточно освещенной комнате, и моя камера стоит почти в конце комнаты. Это небольшой недостаток, если вы, допустим, собираетесь снимать себя вот так, как я сейчас это делаю. Но если у вас достаточно расстояния, в принципе, эту линзу можно использовать и таким образом. Но она позиционируется как портретная линза. И мы не будем с тобой долго затягивать. Приступим к нашей распаковке, а потом перейдем на съемку с нашей кит-линзы. Погнали! Вот наша коробочка с неизвестного сайта. Ну, я просто не буду его рекламировать. Взяли мы и забыли наш ножик, поэтому будем открывать ручкой. Благо, никаких трудностей в этом нет. Делается это все вот таким вот образом. И вот так вот наш продавец запаковал нашу линзу, а именно упаковочку от линзы Sony 55 мм на E-mount. Сейчас откроем. Пертура у этой линзы 1.8, как видели. Так, тут куча разной документации. Я, на самом деле, да, читать это все не буду, но как у русского народа, скажем так, возникают проблемы, они начинают читать инструкцию после. Но, имейте в виду, и на украинском она тоже есть. Вытряхиваем, и тут нас, собственно, встречает сама линза. Вот такая вот. Со всеми крышечками, собственно, на E-mount, как понимаешь. Сейчас откроем. Вот таким вот макаром. Это первая линза у меня на обзоре, скажем так. Поскольку я не профессиональный фотограф, но решил вот так вот это все выглядит. Посмотреть, как же моя старенькая Sony A6000 будет справляться с другой линзой. Ибо интересно. Вот так вот выглядит у нас замыленный фокус. Сфокусировались мы на крышечке Sony. Да, 49 миллиметров диаметр у нас. И вот наш объект для фокусировки. Банжо. То есть, как видите, у нас получается такое клевое баке. Вот еще пример с фокусировкой. Минимальное расстояние получается. То есть, если близко подносить объекты, они не фокусируются. Вот моя собака. Вот она откликнулась сразу. Ну да. И вот так вот работает автофокусировка, если трясти камерой. Опять же, на модели. На примере моей собаки покажем. Она сидит пока смирно. Ждет, пока ее погладят. Ну вот так вот. Вот таким вот образом. Как видите, даже судя по тому, что у меня камера в руках, я могу дотянуться до своей собаки и погладить ее. То есть, не так далеко надо ставить ее. Вот так снимает дневное время суток. Снимаем мы цветочки в саду. Таким вот макаром. Снимаем мы на Sony Alpha 6000. И вот это, собственно, примеры видео. Вот еще. Собственно, цветок. И как он расфокусирует это все дело. Собственно, посмотрим, как же он мылит фон. На примере мячика. То есть, фон на улице мылится тоже зачетно. Да, сейчас, как видишь, мы снимаем на нашу портретную линзу. И в моей, скажем так, квази-студии эта линза мне как бы не подходит. Поэтому все последующие съемки здесь мы будем вести на вот эту вот кит-линзу. Фокус и все остальное мне как бы это все нравится, как он снимает. Как эта линза снимает сейчас в данный момент. Но ты как видишь, ты видишь только мое лицо. Да, сейчас мы перешли на нашу кит-линзу. И на нашем ките у нас стоит 16 мм. Кит обладает динамическим диапазоном от 16 мм до 50 мм. Но при этом снимать на 50 мм на кит-линзу не очень хорошо. По крайней мере в помещении. Поскольку при этом дырка у него закрывается до 5,6 мм. То есть, становится малосильным. В принципе, кит, он как зум получается, да, зум-объектив. Он малосильный, меньше чем фикс, который мы сейчас обозреваем. А именно фикс от Sony 50 мм с дыркой 1,8 мм. С функцией Optical Steady Shot. Эта линза подходит только для кроп-камер Sony. Таких как APS-C. То есть, как и в моем случае, на Sony Alpha A6000 и так далее по ступени эволюции. 600, 6300, 6400, 6500. Объектив не очень новый. Он появился в продаже уже в 2011 году. И вследствие чего сейчас, в данный момент, он стоит не так уж и дорого. По сравнению с другими премиальными объективами от линейки Sony или Sigma, допустим. Как вы видели, все поступает в аккуратной, компактной коробочке. При распаковке линзы вы, наверное, не видели, что под линзой в коробке лежала также и бленда. Или бленда. Кто как ее называет. Я называю ее блендой. В продаже есть две вариации. Как в нашем случае, черный и также есть и серебристый тип линзы. Корпус линзы металлический. И точный вес этой линзы составляет 202 грамма. И высота ее 70 миллиметров. Имеется в виду от крышки спереди до байонета сзади. А если вы накрутите бленду, то еще добавят 40 миллиметров. Полный диаметр этой линзы, то есть не внутренняя сторона самой линзы, а именно самой линзы 59 миллиметров. А самой линзы 49 миллиметров. То есть имеется в виду резьба для фильтров. Там идет под линзу 49 миллиметров. Сборка этой линзы оставляет только приятное ощущение. То есть как будто держишь... Не как будто, а в действительности держишь качественный продукт. В принципе цена, если на БУ рынке можно урвать примерно за 200 долларов, на ВЁ будет стоить 300. То есть при лучшем раскладе вы можете урвать ее за 200 долларов. Это будет хорошо. По сравнению, допустим, с Сигмой, Сигма будет дороже. То есть она новая стоит 400 с копеечкой, 450, а БУшная, то есть ее сильно даже и найти нельзя, поскольку всем она приходится по вкусу, так сказать. На корпусе имеется лишь только одно шершавое, скажем так, кольцо для фокусировки. Движение кольца продолжительное, с шуршанием, но оно довольно плавное. Это, как правило, удобно для неторопливой ручной фокусировки. С одетой линзой на мою камеру Sony A6000 объектив немного смещает центр тяжести вперед. Как я ранее уже говорил, дырка у этой линзы 1.8 имеется в виду диафрагма. И у этой диафрагмы 7 лепестков. 7 лепестков, скажем так, это не идеально. Бывают и больше, бывают и 9 лепестков. Чем меньше лепестков, скажем так, тем, как я знаю, тем хуже боке. Но боке у этой линзы, в принципе, хорошее и удобоваримое. В принципе, мне нравится. С точки зрения простого обывателя, каким я, в принципе, и являюсь, я не эксперт в линзах, это первая моя премиальная линза. И я не являюсь, скажем так, профессиональным фотографом. У меня просто есть камера, на которую я снимаю блок. И я хотел, как бы, взять какую-нибудь портретную линзу. Или просто какой-нибудь фикс, дабы проверить, как же моя камера вытянет премиальную линзу. И с этим эта линза справляется. Но эта линза позиционируется как портретная линза. И вы, наверное, уже видели в роликах, что в начале этого ролика, по крайней мере, что мое лицо как будто толстое. Мое лицо, в принципе, такое, как вы сейчас его видите, может быть чуть-чуть пошире, поскольку у этой линзы, если учесть кроп, то 24 мм. Это 50-мм линза. Она, если я правильно помню, 70 с копеечкой. Точно я не скажу, поскольку эта информация прямиком просто из головы. И о чем же я? Есть небольшой минус. То есть, если вы худой, то, в принципе, минуса никакого не будет. Ваше лицо будет немножечко, скажем так, растянуть и выглядеть. На портретной съемке, именно на фотографиях, это не так уж и плохо. Бакешечка хорошая получается. Лицо такое, скажем так, выраженное. Но, как правило, на круп матрица это немножечко шировато. В моем случае у меня как будто ряха, как будто я немножечко ряху отъел. Но, если приглядеться, то выглядит немножечко неестественно, с моей точки зрения. Ну и то, что мне, в принципе, моя жена сказала, а также знакомые. В принципе, для портретной съемки эта линза просто must have. Если вы хотите повысить качество своей съемки, вам не нужно обновлять камеру. Достаточно купить премиальную линзу. А потом, этот парк линз может переехать уже и на новую камеру, если вы, в принципе, решите приобретать новую камеру. Я своей бюджетной А6000, которую уже нельзя купить в магазине, доволен. По крайней мере, как она показала себя с этой линзой. В дальнейшем я планирую приобрести, как простой обыватель, а не профессионал, себе на тест и, возможно, навсегда, широкоугольную камеру. А именно, широкоугольный объектив Sigma 16 мм. Если же у меня, конечно, по финансам будет все хорошо. Да, и эта линза от Sony 50 мм подходит не только на камеры А6 серии, они подходят к камеры серии Nex. Эту линзу тоже поддерживаю. В принципе, и неудивительно, поскольку этот объектив был выпущен в 2011 году уже, то есть, больше 10 лет прошло. Ну, с моей точки зрения, за такой бюджет эта линза остается актуальной. Но вы не перепутайте. Есть две линзы 50 мм от Sony, именно фиксы. Есть на фулл-фреймовую камеру и есть на кропнутую камеру. Я взял вот эта линза, она кропнутая. У нее есть Optical Steady Shot, то есть, это линза с приставкой OSS. Без нее не бывает на кроп. На фулл-фреймовую, помимо того, что она намного шумнее, шумнее, помимо того, что она более шумная, так она еще и без оптической стабилизации, которая есть в той линзе, в этой линзе, которую мы сейчас обозреваем. Собственно, все. Все, что я хотел сказать про эту линзу, я сказал. Если я что-то не упомянул, пожалуйста, прошу в комментариях. Возможно, ты меня чему-то научишь, поскольку я простой обыватель. Ссылочки полезные будут в описании, возможно, но это не точно. Подписывайся на мой канал, чтобы поддержать меня своей подписочкой и также лайком. С тобой был Дядя Бен, желаю тебе всего хорошего и до свидания.